Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Сегодня ночью в прямом эфире посмотрел поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нгану. И сейчас проспался, хочу с вами поделиться впечатлениями, а также поединок проанализирую технически, что именно произошло в ринге и почему так быстро, и сделаем из него простые и для боксеров и фанатов бокса достаточно, наверное, приятные все-таки выводы. Ну что, во-первых, предыстория. Энтони Джошуа, экс-чемпион мира по боксу, все мы его знаем, на канале его миллион раз разбирал, что у него есть плюсы, то, что он качок огромный, он быстрый, он реально быстрый, он умный, достаточно, у него сильный характер, но опять же в последних боях после горьких поражений, возможно, как раз с характером, могли появиться некоторые проблемы. Как большой был до этого удар по самолюбию, это, в общем, Эй Джей. Технически у него есть один серьезный минус, то, что, как бы это странно не звучало, особенно после прошедшего только что боя. Все-таки Джошуа не очень силен в правом прямом, а это очень важно для высокого боксера. Но это чисто для боксеров. Здесь бой был с представителем ММА, хватило и арсенал того, который уже был. Теперь Фрэнсис Нган, многие на него возлагали надежды, потому что он очень могучий, потому что якобы у него самый сильный удар в мире, и он в книгу рекордов Гиннесса занесен, но я категорически не согласен с этим. Я думаю, что у него действительно самый сильный удар в мире, но по мешку, по динамометру, но не в ринге. Потому что в ринге, когда, во-первых, тебя бьют в ответ, когда подвижный соперник, когда, мы это уже миллион раз разбирали, ты бьешь не в точку по одну, а движется цель, и тебе надо как бы как вектор создавать усилие на более длинном отрезке удара, то я думаю, это все в случае Фрэнсиса Нгану не работает. У него удар, скажем так, обычный. Теперь, что мы увидели в ринге, ну и сразу было понятно, в закрытом канале я заливал прогноз на этот бой, даже несколько прогнозов, технических разборов и также скринных ставок заливал. Причем, что меня поразило, что на Эйджея ставки поднимались даже до 1,40 коэффициент на его победу. На мой взгляд, это огромный. То есть, я считал все, что выше 1,10, это в данном случае профитные коэффициенты. Потому что победу Джошуа оценивалась вероятностью 90%. То есть, по идее, там должно быть вообще 99%. Но есть некоторые оговорки, потому что, ну, потому что Джошуа тоже имеет уязвимость. Потому что он, возможно, имеет психологические проблемы после трех горьких поражений, да? Ну и так далее, и так далее, и так далее. К тому же, это супертяжелый вес. И здесь может хватить даже реально непоставленного корявого просто удара со стороны Мгану куда-нибудь в висок. Если он чиркнет, и Джошуа заволнуется, переволнуется, то вот теоретически что-то могло такое случиться. И, исходя из всего этого, Эйджей, как бы ему следовало боксировать? Именно по классике бокса. То есть, через левую руку, в первую очередь. И Эйджей это делал. Давайте сразу переходим к тому, как сложился бой и почему Эйджей действовал именно так. Он мог бы пойти сразу драться. Да, это возможно. Но он предпочел работать именно через левую руку. Обратите внимание, как начал Джошуа. Левый прямой в голову, левый прямой в корпус. Также было много обманных движений. Обманные движения, они вроде бы не бросались в глаза. То есть, он не показывал так вот прям удар напрямую и рукой тем более не показывал, но он постоянно чередовал. То есть, он тут так чуть-чуть, оп, он напрягает этим. То есть, он как раз, и ты думаешь, он тебя будет бить. Он раз, потом удавил. И начал Нгану эти удары хватать. Кстати, в первом раунде Нгану попал кое-какие свои удары тоже, на самом-то деле. И в какой-то момент, в конце первого раунда, Эйджей, до этого он же не просто так в корпус бил левой рукой. Он подсаживался, да и там в голову тоже бил. И он в очередной раз подсел. И это было, по сути, в какой-то степени какая-то банное движение. И он же, когда подсаживается на ноги, он заряжается на удар справа. То есть, вот ты стоишь прямо, ты можешь ударить справа довольно сильно. Но если ты еще и подсел на ногу, то ты еще гораздо можешь сильнее ударить. И это движение, самое что главное, оно теоретически похоже на атаку слева. То есть, там, Джошу раз ударил, два ударил за раунд. И вот он как бы раз, подсаживается, и бам, туда. Справа. Соответственно, Фрэйси Сангану был не готов. Он, компьютер его в голове, он не очень хорошо отличал реальные удары от именно вот таких вот обманных движений или подготовки, какое-то отсутствие ударов. И он просто этот удар просто просмотрел. Удар, как мне кажется, не был каким-то прям сверхубойным. Именно вот тот первый нокдаун. С точки зрения техники, ну, это такая особенность Эй-Джея, именно когда он прямый удар бьет, прямой справа, у него нету хлесткости в этом ударе. Потому что у него такая техника, он, у него нету, как бы, отставания звеньев тела и корпуса. Ну, то есть, типа, сначала низ пошел, потом вверх, потом выстрелил. У него, как бы, это все сразу идет. Такое, как, можно выразиться, что он как бы так тюкнул рукой, да, но быстро, быстро. И этого хватило. Упал Фресси Сангану, но он показал характер, он встал. И во втором раунде ситуация повторилась. Опять был нокдаун. На этот раз Эй-Джея сделал что-то вроде уклона вправо и оттяжки. Он так раз, и даже чиркнул его удар, чуть-чуть коснулся, он сразу же ответил справа. Фресси Сангану, в общем, пропустил, снова упал и Эй-Джей его добил. Добил уже тяжело. Даже были некоторые опасения за здоровье Фресси Сангану. Теперь, что мы здесь увидели технически? От Эй-Джея мы увидели именно то, что он должен был сделать. То есть, это работа левой рукой, это правильные привычки. То есть, что здесь было важно? Некоторые боксеры, они действуют на реакции. Например, Давид Бенавидес. То есть, он может нарушить все законы бокса, встать, опустить руки и, стоя на месте, он раз защитился, два защитился. То есть, он видит просто и защищается. Да, так можно действовать, пока ты молодой, если у тебя большой дар природный, такая реакция. Но особенно, если ты боксируешь с человеком из ММА, у которого все-таки своя немножко техника, нестандартная. Если это супертяжелый вес, то зачем рисковать? То есть, не просто так в боксе придуманы приемы защиты. И это приемы защиты, это не то, что там вот так вот собраться, как краб и быть закрытым. Это хотя тоже. И обратите внимание, Эй-Джея в острый момент, он когда убегал, он даже защиту, как сделал перчаткой левой руки себя защитил. В какой-то момент. То есть, он старался быть собранным. Но основа защиты в боксе, это работа левой рукой, джебом его туда затравить. Обманное движение и самое главное передвижение. И вот Эй-Джея он постоянно смещался. То есть, было бы для него смерти подобно, если бы он как Тайсон Фьюри встал напротив. И вот он вперед, назад, вперед, назад. Ну, в принципе, это реально можно проиграть, даже бойцу UFC. А тут, получается, Джордж, он вправо пошел, сразу смещается. Он влево пошел, бросает джеб. И, по сути, он разобрал одной левой рукой. Дальше он увидел, что он ганну, не чувствует, короче, начала атаки, не видит. То есть, он не отличает обманное движение от реального удара. И, ну, подсел его, турбанулся, то первого нокдауна все началось. То есть, еще технически, очень тоже важный момент, первый нокдаун, он же повлиял потом на весь бой, каким образом? Не только тем, что Эй-Джей потряс Фрэйси с Нгану, а лучше стал после этого Нгану реагировать на те же обманные движения. То есть, один раз ты уже побывал на полу, ты начинаешь бояться ударов соперника. Ну, не ты, может быть, боишься, а твое тело. То есть, и это уже есть с чем работать. То есть, он тебя как током ударил справа, и ты не хочешь пропустить, твое тело не хочешь пропустить. И, соответственно, он тебе уже, когда показывает что-то, то ты верьшь в это, ты на страже верься, чтобы не пропустить. А так он и строится, что показывает так, бьет в другое место, показывает сюда, бьет в третье место. Вот в этом как бы и фишка. Еще там был такой момент интересный, по-моему, во втором раунде, когда Джошуа тоже попытался поймать Нгану на удар справа. И удар там, кажется, соскользнул или попал, и он что сделал? Он, опять же, не стал защищаться на рефлексах после этого Джошуа, а он сразу же дошагнул вперед с таким, ну как, с уходом головы, и сразу же прилип, сразу же закринчевал. То есть, вот для меня главное, что было в этом бою, то, что Джошуа показал правильные привычки бокса. И мы это обсуждали, кстати, в закрытом канале, то, что это самое целесообразное для Эй-Джея, чтобы избежать случайностей. Потому что случайности, вот эти вот 5%, да, или там 10%, они теоретически возможны. Возможно, но тебе нужно их минимизировать. И если ты именно убрал все, как бы, потенциальные уязвимости, то есть, там, собрался, не идешь драться через левую руку, левое-левое, движение, самое главное движение, опять же ударил, сразу же защитился после этого. И вот это Эй-Джей все делал. То есть, он риски пропустить для себя, он их минимизировал. И он показал именно умный и интеллектуальный бокс. Потому что у него умная команда, и они так всегда готовятся. Ну что, вот какие-то такие мысли, я это хотел сказать. Фрэнсис Нгану показал характер, но, как говорится, все же таки выше головы не прыгнешь. Почему тогда он так удивился Тайсона Фьюри, я до сих пор гадаю. Мне во время, вот, когда бой с Фьюри смотрел, мне показалось, что Фьюри поддается сначала. Я думаю, он просто поддается. Но он не поддался, судя по всему. Он действительно был как-то ужасно готов. И тут, опять же, такое сочетание, что в стиле делают бои. Как ни странно, Тайсона Фьюри у него очень мало, как он очень мало разрушает соперников. Но эта тема тоже такая долгая. Многие сейчас возразят, что вот он там этого победил, досрочно того. Но, опять же, против бомбардировщика бронзового, это такие победы, скорее победы он его перебоксировал, и отсутствие выносливости у бомбардировщика. Ну, в том числе, потому что он боксирует на рефлексах, и он тратит больше энергии за счет этого, и выдыхается. И то есть он там падал, скорее, именно на фоне своей усталости, а не потому, что цыганский король его как-то там подбил. Ну, а там сложно. Он его и подбил в какой-то момент, потом за ухо ударил ему в затылочную область. Ну, в общем, суть такая, что бой закончился так, как должен был закончиться. Мне этот бой понравился, я получил эстетическое удовольствие. И самое главное, что бокс защищен, потому что перетекает популярность в UFC, в MMA. А там же все еще ярче. То есть они там яркие, мускулистые, их там хорошо продвигают, все как-то красиво. Вот UFC, меня вообще поражает их продакшн, или как это называется, не продакшн. Короче, там так все сделано. То есть ты там заходишь на сайт, ты там даже не можешь данные посмотреть по бойцу. Сколько ему лет, какой у него рост, какой у него размах рук. То есть там это все на сайтах так сделано, чисто вот все там проценты, столько тейкдаунов, такое-то у него там статистика. То есть тебе как бы, короче, дают все, что нужно, но по сути не то, что нужно для того, чтобы прочитать победу. И как в компьютерной игре. И получается, как бы они бокс опережают, и такое создается впечатление, как будто они уже по сути лучше бокса. Вот этот вышел. Да, ну это же безумие какое-то. И конкурентный бой провел Стайсон Фьюри. Это же вообще с ума сойти. А по идее, должно быть, ну, всегда такое вот разгромное поражение, да, или там даже по очкам. Я вот, например, думал, что, возможно, Эй-Джей по очкам победит или победит поздно во второй половине боя, потому что в первой будет осторожничать. Но, видите, как он осторожничал. Он, кстати, осторожничал. Но первые же правые прямые, они, в общем, сыграли свою роль. То есть даже в такой осторожной манере наганных поймал полностью, не увидел вообще. И вот в этом была вся проблема. И бокс защищен. То есть это хорошо, что есть, как бы, ну, видна разница. Что все-таки, ну, когда смотрит нескушенный человек, что эти только руками бьют, они там готовятся. А те, они там и с вертушки ногами бьют, и головой втыкают в землю. И как бы, то есть как боксера, только еще лучше гораздо. А тут показали, что нет. Каждому свое. То есть они в этих вертушках, в борьбе, конечно, они лучше. Я уважаю. Это очень круто. Вот это все там. ММА, бороться. Это классно, да. Но это уровень, как бы, рук совершенно, ну, разный. Что, в принципе, логично. И потому что, если бы Эйджей пришел к Нгану в его смешанное единоборство, то я думаю, бой бы даже вряд ли бы продлился два раунда. Закончилось бы все еще гораздо раньше. Также я веду закрытый Телеграм-канал с прогнозами на бои. И я туда выкладываю, как прогнозы в плане техники, именно технические разборы. И также, и что касается ставок, ну, это если кто интересуется ставками, я выкладываю туда сканшоты своих ставок. Я говорю, как есть. У меня там нету какой-то сверхприбыли. То есть, 9 месяцев уже веду статистику. Плюс. Статистика плюсовая, но такая, скажем так, умеренно плюсовая. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Ну, на Телеграм, кому надо, подписывайтесь. Там гораздо больше вообще информации. Каждый день я туда посвоковую. Всем добра. До новых встреч. Тушу камеру.